Приветствуем вас в Церкви Благая Весть Онлайн. Добро пожаловать! Мы продолжаем трансляцию конференции «Молитва и исцеление» с Джорджем и Терри Пирсенс. Сегодня проповедует Терри Пирсенс. Она расскажет нам о том, почему больной из Евангелия от Матфея сказал Иисусу, «Если хочешь, можешь меня исцелить». Как часто мы задаемся этим вопросом? «Всегда ли Господь хочет нас исцелить?» Это будет интересное слово. Во время служения вы можете писать в чате. Мы будем рады пообщаться с вами. Вы готовы поменять мышление, чтобы исполнить волю Божью? Слава Господу! Слава Богу! Подними руки к Богу! Аллилуйя! Спасибо, Иисус! Слава Богу! И с днем рождения вас! 13 лет! Вы сейчас выглядите гораздо лучше, чем раньше! Кто из вас рад, что вам снова исполнилось 13 лет? А кто из вас не хочет возвращаться к 13-летнему возрасту? Пожалуйста, садитесь! Окей! Ну, мы сейчас будем быстро-быстро все разбирать. Мы на протяжении этих дней, на этих служениях говорили относительно Божьей воли для исцеления. Вот кто побывал на всех служениях, поднимите руку. Вот вы здесь самого на всех. Вот это да! Вы можете уже на сцену выходить вместо нас проповедовать. Мы снова и снова повторяем одни и те же вещи, но мы говорим о них по-разному. И мы снова сейчас будем говорить о Божьей воле относительно исцеления. Но мы зайдем с другой стороны, посмотрим с другого угла. Матфея, восьмая глава. Первый стих. Господь, мы благодарим Тебя за то, что можем читать Твое Слово. Спасибо за то, что наши уши будут слышать. И наше сердце поймет. Дух Святой, открой сегодня наше понимание. Измени наше мышление. Чтобы мы могли идеально исполнить Твою волю. Аминь. С первого стиха, восьмая глава Матфея, с первого стиха. Когда же Иисус сошел с горы, за Ним последовало множество народа. Лепер came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. И вот подошел прокаженный и, кланяясь, ему сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Most people believe that God can heal. И большинство людей верят, что Бог может исцелить. If he's God, then he must be able to. Но раз уж он Бог, то, наверное, он может исцелять. Every now and then, I meet someone who doesn't think he can. И время от времени я встречаюсь с людьми, которые думают, что вообще не может. Maybe they think he's too old. Думают, что, может быть, Бог уже состарился и не может исцелять. But the Bible says it is worshipping God to believe that he can. Но в Библии написано, что он подошел, кланяясь, сказал, Я знаю, что ты можешь. Verse 3. Иисус простер руку свою, коснулся его и сказал, Хочу очистить. И он тотчас очистился от проказы. Насколько часто мы в разуме своем задавались этим вопросом? Да, я знаю, что Бог может. Но хочет ли он? Да, он может. Но хочет ли? И Иисус ответил на этот вопрос. И Иисус сказал, Хочу. И на самом деле, греческое слово в оригинале, которое переведено здесь, как Хочу, оно имеет множество значений. It was not a passive I will. На самом деле, можно по-разному сказать Хочу. Это не было просто пассивное, ну, так, может, Хочу. He wasn't saying, sure, okay, I'll do that. И не так это было. Ну, ладно уж, сделаю. Не так Иисус сказал. And he wasn't saying, well, okay, I'll do that. Иисус не сказал, ну, ладно уж, ну что ж, сделаю. Нет, не так было. He wasn't bothered to do it. И Иисусу хотелось это сделать. Этот человек не доставил Иисусу неудобств. Когда Иисус сказал, Хочу, он показал свой характер. Иисус явил свою природу. I'm glad to do it. Я с радостью это сделаю. I'm inclined to do this. Мне приятно, мне хочется тебя исцелить. I cannot help but do this. Я просто не могу тебя не исцелить. I could not choose not to. Но я не могу даже представить, что я тебя не захочу исцелять. I would rather do this than anything else. Мне больше всего на свете хочется тебя исцелить, сказал Иисус. This is by God's gracious design. Вот что задумал Бог. Вот какова его благодать. And not because Jesus was choosing to. И не потому, что Иисус просто взял и решил. Because if he could choose to do it, То есть, если бы он мог решить исцелить, То он мог бы еще решить и не исцелять. Но на самом деле Иисус не это сказал. Of course I will. Иисус сказал, конечно же, да, исцелю. I cannot help but do this. Я не могу сделать ничего другого, кроме как исцелить. Как будто бы Иисус говорит, исцеление — это то, чем я являюсь. Isn't that good news? Now let's look down a few more verses to verse 5. Пожалуйста, теперь пятый стих. Now when Jesus had entered Capernaum, A centurion came to him, pleading with him. К нему подошел сотник и просил его. Saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Jesus had being willing on his mind. Иисус был готов, Иисус хотел. Иисус отвечает ему. Иисус сказал, I will come and heal you. Я приду и исцелю его. But the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof. Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под крышу, под кровь мой. But only speak a word, and my servant will be healed. For I am also a man under authority. I have soldiers under me. I say to this one, go, and he goes. Они мне подчиняются. Говорю одному, иди, и он идет. I say to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. Слуге говорю, сделай, и он делает. And when Jesus heard it, he marveled. Иисус, услышав сие, удивился. And he said to those that followed him. И сказал, идущим за ним. Assuredly, I say to you. Истинно говорю вам. I have not found such great faith, not even in Israel. И в Израиле не нашел я такой веры. What was it that this centurion understood? Но что было такого, что этот сотник понимал? He understood that Jesus' word was his will. Сотник понимал, что слово Иисуса является выражением воли Иисуса. He understood that his word could do whatever he could do. Сотник понимал, что слово Иисуса может сделать все то, что Иисус хочет сделать. И сотник знал, что Иисус захочет и сможет исцелить его с лугой. Потому что Иисус уже сказал, что да, я приду и исцелю. Когда Иисус сказал, давай, я приду к тебе и исцелю его. В этих словах было Божье присутствие. Это не была просто информация для ушей. Но это была природа, и Иисус выразил свое естество. Иисус показал, насколько Бог хочет и желает. Вот настоящая картина веры. Бог говорит только то, что хочет сделать. Настоящая вера верит в его слова. И Бог может сделать то, что хочет сделать. Вера — это когда ты веришь. Бог говорит только о том, что хочет сделать. И Бог способен сделать то, что Он хочет сделать. Это значит, что Бог делает то, что говорит. И Дух действует в соответствии с Божьим Словом и осуществляет то, что хочет Бог. Запишите, наверное. Бог говорит о том, что хочет делать. Бог говорит о том, что хочет делать. И то, что Он говорит, осуществляет Его волю. Понимаете, о чем речь? Внутри Бога есть желание, у Бога есть определенные цели. Бог уже знает, какова Его воля. Он уже определился с желаниями. И Бог говорит о том, что Он хочет. И когда Бог своими словами выражает свою волю, вот тогда Его воля осуществляется. Потому что Дух Святой действует в соответствии с тем, что Бог сказал. Бог говорит о том, что Он хочет. И как только Он сказал, Его слова осуществляют Его волю. Потому что Дух выполняет то, что Он захотел и что Он сказал. Это духовный закон. Это будет происходить каждый раз. Но невозможно, чтобы Бог хотел одного, а говорил другое. Невозможно. Тогда это было бы ложью. Невозможно Богу лгать. Если вообще есть что-то невозможное, то невозможно, чтобы Бог лгал. Amen. Исход 15, 26. Я не наведу на тебя этих болезней. Иногда Божья воля чему-то начинает противиться. И Божья воля — это противостояние любым болезням. Потому что Он о себе сказал, что Он Бог, который исцеляет. Я исцеление. Потому что Я здоровье. Потому что Я здоровье. Но как Бог может тебе пожелать чего-то противное Его природе? Он говорит, Я Бог-целитель твой. И исцеление Божьей воли для тебя. И исцеление показывает Божий характер. Он сам исцеление. Он сам исцеление. Бог здоровья. И когда Бог выходит на сцену, Он приходит с исцелением. Мы должны принимать исцеление верой. Но исцеление доступно всегда. И исход 23, 25. Я отведу от тебя болезни. Божье присутствие прогоняет болезни. Если врач выписывает тебе таблетки и говорит, эти таблетки помогут тебе стать здоровым, это потому, что эта таблетка была создана для этого. И если ты принимаешь таблетки от какой-то болезни, у тебя эта болезнь не будет увеличиваться. Наоборот, эта болезнь от определенных таблеток исчезает. И поэтому Божье присутствие не может принести болезни. Божье присутствие прогоняет болезни. Всегда убирает болезни. Но сегодня такие таблетки научились выпускать, что куча побочных эффектов. От одного лечит, в другом калечит, да? И иногда Иногда тебе такие лекарства прописывают, что тебе еще хуже становятся, и ты не выздоравливаешь. И побочные эффекты тебя могут в могилу загнать от каких-то лекарств. The side effects of too much God. I'm sorry. The side effects of too much God. Но а каковы побочные последствия, когда слишком большое количество Божьего присутствует в твоей жизни? У тебя только больше радости будет. More peace. Больше мира. More health. Больше здоровья. More happiness. Больше счастья. Аллилуйя. Аллилуйя. Иногда ты можешь получить исцеление какое-то болезнь. И тут же ты даже не знаешь, а ты раз еще исцеление от чего-то получил. The overflow of Jesus. Когда Иисус приходит с избытком. Exodus 23, 26. Исход 23, 26. I will fulfill the number of your days. И я число дней твоих сделаю полным. Бог всегда делает то, что он должен. Psalm 91, 14. I will deliver you. 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 I will establish my covenant with you. И я с тобой заключу завет. I will bless you. Благословлю тебя. I will be an enemy to your enemy. И я стану врагом врагов твоих. When Jesus came on the scene, sickness ran away. Когда Иисус вышел на сцену, болезнь убежала. Glory to God. Слава Богу. Can you see sickness running away? Вы можете представить болезни? Бегут. Библия написано, что проказа сразу оставила этого человека. И Иисус всего лишь сказал, хочу очистить. И проказа убежала. Она надела кроссовки для бега и рванула. Потому что человек же уже заранее сказал, я знаю, что ты можешь. И если захочешь. И Иисус сказал, конечно, хочу. И проказа убежала. А у тебя какие проблемы сегодня? Иисус хочет тебя исцелить. Ты веришь в это? Ты веришь, что Он исцелит? Иисус говорит тебе сейчас, хочу, исцелю. Иисус говорит, я не могу не исцелить тебя. Иисус говорит, больше всего на свете, я хочу исцелить тебя. Слава имени Его. И Он сказал, я буду жить в вас. Я буду жить и ходить в вас. И буду вашим Богом. Вы когда-нибудь посмотрели на все это вот со следующей стороны? И Он не сказал, что я буду просто Богом для тебя. Он не сказал, я буду твоим Богом просто. Вы знаете историю лампы Алладина? Где лампу начинаешь тереть, и джинчик выпрыгивает. Джин, да? Вы знаете, лампа Алладина, джин выходит. Все знают. И джин должен исполнить все твои пожелания. Бог — это не просто джин в лампе. Но Бог предоставил себя в наше распоряжение целиком и полностью. И Он сказал, все, что есть у меня, и все, чем я могу быть, я буду этим для тебя. Я стану изобилием для тебя. Я буду помощником для тебя. Я буду твоей победой. Я буду твоей силой. Я буду твоей мудростью. Я буду твоим советником. Я буду твоей радостью. Я буду твоим исцелителем. Бог предоставил себя в наше распоряжение абсолютно целиком и полностью. В этой книге Бог открывает Себя нам. Бог ничего от нас не прячет, ничего не скрывает и не удерживает. Бог хочет, чтобы мы всем пользовались и все получали. Когда Он говорит, ходи моими путями, Он говорит об этом для того, чтобы мы могли получить все по максимуму. Если ты ходишь своими путями, Он не может тебе все это дать. Потому что твои пути не работают. Твои мысли не сработают. Но Он говорит, я тебе дам свои мысли. Я покажу тебе свои пути. И все, что знаю, я тебе открою. И Он все это поместил в эту книгу. Для того, чтобы мы могли носить с собой разум Бога. Он послал Слово Свое и исцелил их. И мы можем с собой носить Божье исцеление. Мы можем носить с собой Божью жизнь. Мы можем носить с собой Божью мудрость. Мы можем с собой носить помощь с небес. Мы должны брать из того, что Бог дал. Иисус. Иисус сказал, я спустился с небес. Но я пришел не для того, чтобы исполнить волю свою. Я пришел для того, чтобы исполнить волю пославшего меня. У Иисуса была твердая цель. И Иисуса была цель исполнить Божье предназначение и осуществить Его цели. И воля Иисуса была такой же, как и воля Бога Отца. Иисус говорил, я хочу исцелю. Значит, что Бог Отец говорит то же самое, хочу исцелю. Матфея 4, 23. Он ходил исцеляя все болезни. Все болезни и немощи. Всякую болезнь в людях Иисус исцелял. И это слово сегодня является правдой для нас. Он исцеляет все болезни. Он исцеляет все немощи. Все, что есть у людей, Бог желает, это Его воля. Это воля Иисуса. И я хочу. И ты должен захотеть того же самого. Ты должен захотеть полностью освободиться от болезней. Давайте прочитаем у Матфея. Матфея 8, 16. Матфея 8, 16. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, одержимых демонами. И Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Иисус изгонял демонов словами. Ты можешь болезни изгонять словами. Если, например, у тебя в стакане налито молоко. И ты начинаешь в этот стакан наливать воду. И ты льешь воду, и льешь воду, и льешь воду. В конце концов, все молоко вытечет. И в стакане останется только вода. Поэтому продолжай наливать в себя Божье Слово. Наполняй себя Божьим Словом. Лей, лей, лей Божье Слово. Лей, лей, лей. И в конце концов, Божье Слово вытеснит из тебя все. Все болезни, все немощи, любой страх. Божье Слово вытеснит из себя все мучения. И у тебя не будет недостатка ни в чем. Божье Слово изгонит из твоей жизни нищету. И все это уйдет. И вокруг тебя люди начнут меняться. Вокруг тебя живущих начнут меняться. Твои родные изменятся. Твоя страна изменится. Ты можешь настолько наполниться Божьим Словом. Что оно начнет течь из тебя в других. Псалм 107.20 106 Псалом 21 стих. Он послал Слово свое и исцелил их и избавил их от гибели. Он послал Слово свое и исцелил их. Он хочет, чтобы Его Слово приносило тебе исцеление. Псалм 89.34 88 Псалом 35 стих. Я не нарушу завета Своего. И не переменю того, что вышло из уст моих. И Иисус был абсолютно таким же, каким является Его Отец. И если Иисус чего-то хочет, Он об этом говорит. А потом Дух осуществляет то, что Он сказал. Когда Иисус чего-то хочет, Он говорит об этом. И если Он что-то сказал, Он исполняет свою волю. Он захотел, чтобы тот человек исцелился. И Он сказал, будь здоров. И когда Он это сказал, все исполнилось. Дух действовал в соответствии с Его словами, и человек получил исцеление. И это всегда Божий закон. Деяние 10.38 Бог помазал Иисуса. И Он ходил благотворяя. Исцеляя всех обладаемых, дьяволом. А кто мучил этих людей? Демоны, да. Кто приносит болезни? Девол. Если бы Бог хотел, если бы была Божья воля на то, чтобы эти люди болели, то в Библии тогда было бы написано, что Иисус ходил, благотворя и заражая всех болезнями. Но вообще забавно звучит даже. Иисус ходил благотворя, исцеляя все болезни. Рады мы или нет? Почему? Потому что Бог был с ним. Божья воля, воля Бога Отца и воля Иисуса одинаковы. И Бог Отец помазал Иисуса. Что это значит, что Он Его помазал? Исайя 10.27 написано, и будет в тот день Снимется с плечей твоих бремя Его. И ермо его с шеи твоей. И распадется ермо оттуга. Оттук — это помазание. Помазание Божье — это сила Божья, которая разбивает любое бремя и ермо, любую тяжесть. Такова сила Божья, которая дана нам с вами. И сила Божья приходит в нашу жизнь для того, чтобы мы творили Его волю. Мы с вами созданы по Его образу и подобию. И Бог задумал и предназначил нам быть такими же, каков Он. Но над этим нужно работать, это нужно развивать. И все это происходит, когда Его воля осуществляется в нас. Помните, если Бог что-то хочет, Он об этом говорит. Он выражает Свою волю словами. И то, что Бог говорит, осуществляет Его волю. И мы хотим, чтобы Его воля осуществлялась в нас. Для этого нужно, чтобы Его Слово действовало в нас. И у меня есть для вас вопрос. Тот же самый вопрос, который Иисус задал вот этому человеку у купальни, Иоанна, пятая глава. И он посмотрел на него и говорит, ты хочешь быть здоров? Иисус просил. Ты хочешь быть здоров? Хочешь исцелиться? И это мой вопрос сегодня к вам. Вы хотите в изобилии вкладывать Божье Слово в свое сердце? Вы будете наполняться Божьим Словом? Пока это Слово не вытеснит болезни. Вы будете вкладывать в себя Божье Слово? Пока вы настолько не наполнитесь, что уже будете произносить Его. Вы будете говорить, произносить Божье Слово? И вы будете вслух говорить о том, чего хочет Бог. Потому что когда вы верите в Божье Слово, когда вы верите, что такова Его воля, вы говорите о Его воле, вы говорите Его Слово, тогда Его Слово начинает исполнять Его волю в вас. The same thing that works for God will work for you. И то, что получается у Бога, начнет получаться у вас. When you make your will His will, когда Его воля становится вашей волей, and then you say what He says, вы начинаете говорить то, что Он говорит. The Spirit of God moves on those words. Дух Божий осуществляет эти слова. The Spirit of God is eternally bound to the will of God. Дух Божий всегда связан с исполнением Божьей воли, навсегда, навечно. Your will is in line with His will. И ваша воля должна соединиться с Божьей волей. You speak His will. Вы должны начать говорить о Его воле вслух. The Spirit of God moves. И Дух Божий будет действовать. And the results are wonderful. И будут чудесные результаты. So, remember when Jesus prayed in the Lord's Prayer. Помните, когда Иисус молился Господнюю молитву? Thy will be done on earth. Да исполнится воля Твоя на земле. Как на небе. That's what we can say. Мы можем говорить это. Heavenly Father. Отец Небесный. Say it loud. Давайте вслух вместе. Отец Небесный. Отец Небесный. Your will be done. Да исполнится воля Твоя. В Моем теле. Пусть исцеление придет в Мое тело. Если у вас что-то болит, положите туда руку. Пожалуйста, на любое место кладите руку. И вы должны своему телу сообщать Божью волю. Во имя Иисуса Божья воля для меня быть исцеленным. И конкретно вот своей части тела, где нужно исцеление, прикажите. Исцеляйся. И назовите сами себе. Нога исцеляйся. Киднис Божья. Почки там. Печень, глаза исцеляйся. Горло исцеляйся. Горло исцеляйся. Желудок исцеляйся. Спина исцеляйся. Колени исцеляйся. Колени исцеляйся. Корени исцеляйся. Уши исцеляйся. Уши исцеляйся. Горло исцеляйся. Горло исцеляйся. Горло исцеляйся. Щитовидная железа исцеляйся. Ливер исцеляйся. Печень исцеляйся. Желудок исцеляйся. Легкие исцеляйся. Легкие исцеляйся. колено ты исцелено почки, печень вы исцелены сердце ты здорово суставы исцелены спина исцелена глаза здоровы уши здоровы горло исцелено кости исцелены страх уходи от меня во имя Иисуса вот так мы осуществляем Божью волю своими устами вот так мы делаем, что наша воля становится Его волей Его воля становится нашей волей и осуществляется в нашей жизни слава Господу спасибо за то, что позволили мне проповедовать вам сегодня Господь хочет исцелить нас больше всего это Его выбор и Его благодать мы исцелены вы исцелены принимайте это это была конференция молитвы исцеления Джорджем и Терри Бирсом уже завтра вы найдете запись трансляции на нашем сайте ждем вас на трансляции богослужения в воскресенье в 10 и 20 часов по московскому времени а в понедельник на домашней группе онлайн в 20.30 расписание служений всегда доступно на нашем сайте помните, Господь хочет и может вас исцелить хорошей вам недели и благословений субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok